Я заметила, говорит мать, что клетки везде, всё время, всё время, всё время повторяли Ом нам Абхагавата, Ом нам Абхагавата, постоянно, всё время. И Ом нам Абхагавата повторялся естественно и автоматически, в неком плавающем мире и покое. Вот она использовала эту мантру, Ом нам Абхагавата, с целью, как ей казалось, центрировать сознание клеток, телесных клеток, чтобы тело не рассыпалось. А надо ли это делать, если на всё его воля? Волна сама настраивает все клетки на том диапазоне, в котором они должны функционировать. Поэтому все вспомогательные средства и ощущения того, что клетки там что-то повторяют, они должны исчезнуть. Мы используем тоже на время, может быть, мантру «На всё воля твоя Господи» – это тоже мантра, которое до времени даёт нам ощущение некой телесной целостности, и что тело в рамках, так сказать, контуров его вибрирует на какой-то божественной волне. Потом это абсолютно не нужно. И вообще это не нужно, честно говоря. Настроились на эту волну, и волна сама настраивает клеточное сознание в нужном диапазоне. Но она как поисковик, она искала какие-то варианты дополнительные. Тавробинда был категорически против всех этих вспомогательных вещей, и он абсолютно прав. Так что меньше используйте вот этих костылей, подпорок. Проще доверяйтесь силе, и она находит сама варианта решения любых проблем на любом уровне. На телесном, я имею в виду 100%. Иногда возникает впечатление, что, по сути, разум является наиболее грандиозной иллюзией в мире. И именно он, разум, вуалирует настоящий мир. Мать отвечает. Согласно тому, что я вижу сейчас, мне кажется, что разум был инструментом, необходимым для перехода от несознания к сознанию. То есть, он был необходим для того, чтобы сделать эту материю, способную воспринимать сознание. Но он будет либо медленно трансформироваться, либо будет устранен. Действительно, разум – это то самое образование, которое было необходимо нам с вами, в частности, для того, чтобы хоть как-то научиться видеть этот мир и взаимодействовать с ним, с этим миром. Но разум сам по себе не имеет целостного видения, поскольку он фрагментарен. Разум видит все фрагментами и отдельно обрабатывает каждый фрагмент. И отдельно обработанные фрагменты он не может совместить в целое. Поэтому есть разделение белое, чёное, правильное, неправильное. Там женщина, мужчина, круглые, квадратные. Разум не может иметь целостное представление о мире. Я говорю намеренно о простых очень вещах. А когда о сложных вещах заходит вещь, то к нам вообще ничего не понятно становится. Потому что разум настолько дремуч в части способности видеть целое. Он по своему происхождению, по сути самой, он обрабатывает только отдельные детали. И даже если деталь большая, то тогда он не видит мелких. Вот эту большую деталь облабатывал, а там внутри много всяких ещё мелких нюансов. Вот только истинное сознание, сознание интегральное, способно видеть всё в целом. И одновременно место каждой детали тоже видится. Они не отвергаются, не опускаются. Разум – это действительно временное образование. И вот мать говорит, что он либо будет медленно трансформироваться, он не может трансформироваться. Медленно. Он может либо исчезнуть, либо продолжать бороться с своё существованием. Он не может измениться. По своей природе он меняться не может. Он вот такой. И всё. Он может быть возвышенным, он может быть ещё каким-то, но он всё равно фрагментарен. Он не способен вместить в себя целое. А если нет, не вмещается целое, то о ком единстве, о каком божественном единстве может быть речь. Сатрем. Создаётся впечатление, что разум – это не только вуаль на знании, но и вуаль на сам мир. Что мы не видим мир, каков он есть на самом деле, из-за того, что смотрим на него ментально. Ну тут даже без вопросов. Фрагментарное восприятие мира и, соответственно, создаётся иллюзия. Знание всего и вся, но опять-таки на основании фрагментов. То есть мы не имеем полной информации о мире. Но абсолютно уверены, что мы правы. Что мы видим его именно так. И наше видение абсолютно правильное. А видение всех остальных – не видно. Хотя каждый эгоист видит мир правильно, по-своему. Да? И всё. И он абсолютно уверен в правильности. Своё отношение к миру, своё видение мира. Так что все равны на этой территории. Поэтому и дерутся. Над всем материальным творением есть сплетение. Сплетение, которое можно было бы назвать катастрофическим сплетением дурной воли. То есть это некая сеть, да, сеть, пораженчество, пораженчество, катастрофы, где не удаётся сделать то, что хочет, где есть всевозможные дурные воли. Это как сеть. И тело учит, как выбираться из этой сети. Это причина болезни, причина несчастных случаев, это причина всего разрушительного. Вот эта кармическая сеть, пораженческая, она действительно в этих связях кармических, низшего порядка, она покрывает землю. Вот тронь только одно какое-то, да, там ниточку, дерни, вообще вся сеть приходит в движение. И вот наша с вами задача, и хорошо, что я эту задачу для себя решил в самом начале, как только стал на этот путь, когда у меня стали сыпаться откровения свыше. Понятно, где-то дня три я записывал, недавно нашёл, верните, записи, как это всё было, случайно нашёл, разбираясь там, мне нужно было просто разобраться в чём-то. Так вот, наша с вами задача превзойти вот это кармическое существование. И я тогда себя задал вопрос, есть ли вообще футализм, судьба, которая определяет мою жизнь, или этого не существует ничего? Либо да, либо нет. Разум поставил такой вопрос. Но ответ был однозначным, и да, и нет. А до тех пор, пока мы не обрели новое сознание, все знаковые события нашей жизни, как педагогическая программа, прописаны. Знаковые события, где мы должны терпеть поражение, где с нами должны происходить большие неприятности. А нет, это когда мы выходим за пределы вот этой кармической сети, когда мы путём смирения трансмутируем нашу предшествующую кармическую деятельность, я назвал это переходом на новый энергетический уровень. Ты выходишь с того уровня, где вот эта сеть, она имела на тебя влияние. Ты выходишь из этого. И соответственно, когда ты вышел оттуда, то, а те события неприятные, потому что приятных событий в кармической цепи нет. Они все педагогические, все грустные. Педагогика там грустная, там нет радостной педагогики. Ты избавляешь от возможного влияния вот тебя, как участника в каких-то ситуациях, людей. Там перестраивается карма других людей. Она перестраивается, потому что ты выходишь оттуда. Насчёт перестройка. Перенастраивается кармическая жизнь других людей, с которыми ты по жизни был связан. А сейчас ты вышел от этой связи, ты ушёл. И второе, у тебя есть возможность влиять в настоящем состоянии над этим на кармическую сеть в мировом масштабе, как Василий Иванович. В мировом масштабе может, и говорит, могу, если подучиться. Если подучиться, можем и влиять. Есть футалин? Конечно, есть, пока мы барахтаемся в нижней полосфере истины. А потом мы имеем возможность выйти из него, и всё. Вот эта параженческая сеть, она нас больше не притягивает. Мы вне этой сети находимся. Вот правильно она говорит об этой сети. Потому что вся атмосфера Земли, кармическая атмосфера, это педагогика неположительного свойства, педагогика отрицательного свойства. Мы должны через отрицательное пройти, смиренно его приняв. Поэтому все события по нашей жизни, они радости мало представляют. Это не светлая педагогика, не педагогика души, а педагогика эгоистов, которых надо бить. Это чтобы они задумались, почему у них всё так плохо. Я думаю, что если перспективно посмотреть свою жизнь, то, наверное, все эти события только имели место быть именно такие. Внутри нас есть множество состояний существа. Физическое, витальное, ментальное, психическое. И каждое состояние ведёт собственную жизнь. Всё это собрано в одном теле, пока у вас есть тело, и действует в нём единственным. Это и даёт вам ощущение одной личности, одного существа. Но когда мы думаем, что мы одна личность, одно существо, то это наивно, и он так думает. После создаётся впечатление, что там одна личность. Там и витальные, и ментальные, и физические, и психические. Мы знаем, как они сосуществуют. Отнюдь не мирно. Условно есть какая-то демократия, да? Мы же об этом говорили, но... Как правило, это демократия воинствующая. Кто победит, кто передает. Но обычно где-то у кого-то устанавливается определённое взаимодействие между этими телами. Кто-то подавляет ментальной волей, кто-то физическим воздействием, кто-то витальной волей. У кого как. Какой-то хозяин появляется. Истинного хозяина нет. До момента духовного рождения истинное существо находится в загоне. Голос его не воспринимается всеми остальными. Его нет. Поэтому, когда мы говорим об искренности, надо говорить витальная искренность, ментальная искренность, физическая искренность. Там ещё какая-то. Нет. Интегральная искренность. Есть дух формы. Ваша форма имеет дух, живущий им 7 дней после смерти. Врачи заявляют, что вы умерли. Но дух вашей формы жив. И не только жив, а сознательный в большинстве случаев. Он живёт 7-8 дней. Ну, говорят, 9, да. А затем тоже распадается. Я говорю об обычных людях. Ну, это классический вариант 9 дней. Ещё тут что-то порхает. Три дня у тела. Потом он где-то ещё здесь. А потом его и нет. Всё рассыпается. И оккультисты говорят, мы сейчас вам вызовем. Кого хотите. Маму, сейчас маму. Бельмондо так бельмондо. Его можем вызвать. Ну, кого хотите. Понятно. Так что не надо попадаться в эти ловушки. Крыша может поехать. Нету, нету, исчезла. Всё, кончилось. В памяти пусть остаётся. Но вызывать никого не надо. Никого вызвать вы не в состоянии. Бессмыслицами. Глупость. Если вы хотите сохранить своё сознание, то лучше центрировать его на той части вашего существа, которое бессмертно. В противном случае, у вас сознание улетучится, как дым в воздухе. Мать говорит, о концентрации, вот в этом месте, наверное, такова её идея. То есть не выше линии глаз. Даже не на самом существе. Важен поток, а не центрация на чём-то. Важно не центрировать сознание выше линии глаз. Иначе будет поток кверху. Если вы на сетце центрировать, или на кончике носа, это хорошо. Это механический приём, честно говоря. Потому что в любом случае, если этот поток открывается, и он разогревает вашу истинную сущность душу, то там надо сдаваться ему просто. Либо молчанием вам вы его открываете, либо ещё какими-то вспомогательными средствами. Всё надо использовать для того, чтобы его открыть. Как открыли, лучше ему сдаваться. То есть вот это состояние сдачи, оно должно всё более и более превалировать в вашем сознании. Открытость ему. Доверие ему. Есть духи, говорит мать всех, проявлений природы. Есть дух смерти. Каждый дух смерти должен собирать определённое количество смертей за день. Ну, с косой. Это действительно фантастическая организация. Это нечто вроде альянса между витальными силами, силами природы. То есть, чем больше будет население, тем больше, так сказать, ну, смерть будет, естественно, косить людей для того, чтобы, ну, создавать некое равновесие, что ли, витально-физическом мире. Понятно, наверное. То есть, переизбыток, он может вызвать какой-то дисбаланс. Поэтому вот такой дух есть. Коса собирают, смертей ходят. Вот и кого кто-то готов, вот кого выбрать. Мой товарищ Сергей Никитин, который реставрирует по черепам, восстанавливает всех личностей исторических, он как-то в студенческий год нарисовал очень хороший рисуночек. Мне очень понравилось тогда, всем нам понравилось. Он нарисовал смерть. Знаете, вот такая смерть, вот скелет такой. Коса в стороне, стоит коса вот эта, и смерть прикуривает папиросу. Спичками прикуривает. А человечки по ней ползут, в нос ковыряют. Все, вот пока на перекуре смерть. Вот они ее там щекочут. Это было потрясающе. Он так это сделал, график, он таким пером вот выписывал. Это потрясающая такая вот была графическая картина. Смерть на перекуре. Вот видите, дух смерти, мать говорит, ходит и собирает дань. Ну, в этот день надо собрать столько. Как в армию призыв, вот бегают за призывниками эти из военкоматов, так и смерть. Вот кто тут готов, кому жить надоело. Вот мать говорит об этом духе, духе природы, которые собирают дань человечеству ежедневно. Каким бы путем мы ни шли, чтобы мы ни излучали, мы всегда приходим к одному и тому же. Самое важное для индивида – это объединить все свои части вокруг своего божественного центра. Тогда он становится настоящей личностью, хозяином самого судьбы, себя и своей судьбы. А иначе он является игрушкой сил, который дергает его, как поплавок на воде. Он идет туда, куда не хочет идти, вынужден делать то, что делать не хочет, и в конце концов теряется в дыре, не имея никакой силы выбраться оттуда. Когда жизнь нас заставляет делать вынужденные ходы, мы все время их делаем, делаем, не хотим, идем, и все. Потому что нет хозяина. Хозяин бы не допустил вот этих вынужденных ходов против воли как бы направленных. Вот марионеточность наша с вами проявляется именно вот в этом. Делаем с отвращением там что-то, знаем, что этого не надо делать, а надо сделать только потому, чтобы там угодить кому-то. И все это начинается, начинается и продолжается до бесконечности. Только с появлением хозяина все стоит на свои места. А так мы марионетки враждебных сил, каких-то оккультных сил. То есть выполняем тоже какую-то роль, безусловно, для эволюции мы не бесполезны. Там же тоже должны быть люди, которые кармические какие-то задачи решают, да? Знаешь, что такое решение кармических задач? Ну, кого-то подставить надо, чтобы его проучить кармически. Вот вы подставляете. Ну, выполняйте тоже какие-то роли на побегушках, но они тоже имеют смысл. Только не возвеличивайте себя в этих ролях. Лучше, конечно, быть более сознательным. А бессознательные исполнители всегда найдутся. Всегда находятся люди, которые там решают неблаговидные дела. С удовольствием, при чем это делают, с Витальным. Ну, так все устроено. Потому что кармическая цепочка, она должна реализовываться. Всегда находятся силы и исполнители этих сил, марионетки, которые это делают. Но нам надо выйти из поля влияния этих сил, безусловно. Нельзя в бесконечности быть управляемым чем-то против ощущения своей воли, которая все-таки где-то иногда из психического существа дает о себе знать. Вот нельзя бы так, а вот делаем, делаем, делаем почему-то. И любая воля, любая воля, если она не высшая, вами управляет, любая воля, там витальная, ментальная, она ведет вас в никуда. Только высшая воля ведет туда, куда нужно. А ей надо открыться, сознать. Мать говорит, вы теряетесь в дыре, вас никуда идете. Ощущение, что вас тянут за веревочки и принуждают делать что-то. Хотите вы того или нет, это довольно неприятное ощущение, это очень досадно. В возрасте пяти лет я стала находить это совершенно нетерпимо. Мы искала средства, чтобы стало по-другому. И никто не мог мне ничего подсказать. Я не знала, кто бы мог помочь мне. И у меня не было того, что есть сейчас у вас, чтобы кто-то мог сказать, вот что надо делать. Сегодня понятно, вот что надо делать. И никаких ссылок на то, что не ясно, непонятно, надо еще открывать, надо лучшее умы человечества на решение этой проблемы направить. Это глупость уже. По-моему, сегодня уже все есть. Даже сверх того. По-моему, даже кое-что лишнее уже. Присутствие психического существа ощущается только у определенных людей. Мать в контакте с людьми поняла, что, как Иисус говорил, избранные, да, Отцом Небесным, или духовно одаренный человек. Вот ощущение его присутствия, то есть той степени зрелости, которая свидетельствует о возможности установления с ним контакта, не у многих. Выберу вас одного на тысячу, двух на десять тысяч, и будете стоять, как скала. Пропорция весьма и весьма в арифметическом плане несоразменная, кажется, да? Это даже среди тех, кто приходит вот туда, считая себя стремящимся к духовной реализации. Но, говорит, не у многих. Вместо того, чтобы зажигать свечку и преклоняться перед ней со сложенными руками, лучше зажгите свет в своем сердце и устремитесь к чему-то более прекрасному, более истинному и более благородному. Оставьте все эти магические фокусы с серьезной миной, реализуемые. Откроете действительно свет там. Никакие обрядовые вещи никогда никому не помогали, не просто затягивали людей именно в паутину эгрегора оккультно-витальных сил. Это не свобода. Это еще одна тюрьма, в которую человек добровольно себя помещает.